Итак, наша цель в семейной жизни — понять друг друга. Надо сначала разобраться, как работает человек, человеческая психика. Психика абсолютно разная. Надо несколько моментов в семейной жизни понять, несколько моментов. Первый, самый главный момент, что надо понять, то, что мы ждем, что я хочу любви, чтобы вот счастье всегда с человеком было, вот эта мечта, которую мы имеем, о второй половинке. Я хочу любви в отношениях, в жизни. Это все просто иллюзия. Никакой спонтанной любви не бывает в жизни. Все, что Бог дает, дает на время. Влюбленность кончается обязательно у всех и всегда. Причем в каждых новых отношениях кончается быстрее. У меня есть один знакомый, московский озорной гулятор. Вот, ему там было, когда я с ним общался, было больше сорока лет. И он постоянно одна, а девушка вторая. И он меня спросил, говорит, у меня какая-то проблема одна есть. Я говорю, какая? Он говорит, что-то любовь становится все короче и короче. Так и будет дальше. Потом вообще на один день останется любви тебе по зубе. Влюбленность это, а не любовь. Потому что когда человек, это первое правило, не надо мечтать о бесконечной любви. Не будет этого в жизни никогда. Оношения остывают у всех людей. Все заканчивается всегда. Второе правило. Обязательно будут муки. Плохо будет в отношениях обязательно. Потому что когда люди сексом занимаются, они обвиниваются тяжелой судьбой вместе. Они завязываются тяжелой судьбой совместной. И эта завязка тяжелой судьбой создает возможность исправляться. Потому что когда тебя не мучают, ты лучше не станешь. Муки будут обязательно. Это второе правило. Надо это знать. Нет таких семей, где бы люди не страдали. Такого не бывает просто. Близкие отношения начались, боль началась. Пока не было близких отношений, не было боли. И третье правило. Обязательно с каждым человеком может быть счастье. С любым. Даже если ты считаешь, что это невозможно. Может быть счастье обязательно. Для этого нужно учиться к нему идти. Идти к счастью это как идти в пропасть. Идти против желания убежать. Желания комфорта. Прощать. Принимать человека. Служить ему. Верить, что он исправится. И постепенно ты чище, чище начинаешь видеть человека. И постепенно приходит вот это вот серебряные свадьбы. Не гаснущий костер. Селебряные свадьбы. Душевный разговор. Очень редкая вещь. Люди в основном в сердце не открывают друг другу. В семье живут. Опасно. Даже открываешь, он тебя понять не может. Люди живут вместе. Они думают, мы близкие люди. Какие вы близкие? У вас есть общие интересы. Дети, семья, работа. Близкие означает душевный разговор. Ты все сказала честно человеку. Он очень глубоко тебя понял. Это называется душевный разговор. Не дешевая вещь. Только через годы жизни люди по-настоящему любить друг друга начинают. Первая стадия принятия. Сначала надо привыкнуть к человеку просто. Понять, что вот он такой и это хорошо. Это мой человек. Приняла, домой идешь отдыхать, а не ругаться. Почему? Потому что ругаться не с чем. Все приняла. Вторая стадия уважения. Начинаешь видеть чистоту в человеке. За это его уважаешь, ценишь. Он это тоже чувствует. Начинается, любовь начинает двигаться в отношениях. Хорошо становится жить вместе, потому что есть уважение. Ты не хочешь думать о плохих качествах. Вспоминаешь хорошие, уважаешь человека. Легко становится жить. Третья стадия верность. Означает глубокое чувство к человеку. Возникает глубокое чувство очень. И вещи совершенно потрясающие в жизни начинают происходить тогда. Вот в этом смысл семейной жизни. То есть надо верить в это, в эти три стадии. Надо верить, что так будет обязательно. Иначе человек не может быть счастливым. Не верить в эту чистоту отношений, значит ничего не будет хорошего. Когда ты чистоту видишь в человеке, тогда удивительные вещи происходят. Знаете, сейчас подмена произошла. Люди думают, что любовь это качественный секс. Они думают, вот это и есть любовь. И они думают, вот она, любовь, пошла. Это не любовь, это просто наслаждение отношениями. Любовь это сердце, в сердце находится любовь. Глубокие чувства друг к другу. Чистота. Вот допустим, закрываю глаза, вспоминаю близкого человека. Светлая память о нем идет. Изначает любовь и отношения. Вспоминаю, боль идет. Значит между вами грязь. Зубы, как надо чистить, изо рта воняет, если не чистить. Так и отношения надо чистить. А чтобы чистить отношения, нужно не с человеком больше разговаривать, как мы думаем, сейчас я ему все расскажу. Не поможет. Грязь между сердцами находится, а не между вашими языками. Сердце очищается с помощью внутренней жизни. Когда ты думаешь о Боге, наполняешься чистотой и желаешь счастья близкому человеку. На природе бегаешь, наполняешься природой, желаешь счастья близкому человеку. Хорошее отношение в коллективе имеешь, получаешь счастье от отношений, желаешь счастья близкому человеку. Счастье получила, пожелала близкому человеку. Ниточка между вами стала лучше, очистилась. Значит все будет хорошо. Первая стадия спокойствия в сердце. Вторая стадия отношения. Я могу уже с ним разговаривать без боли. А третья стадия, он меняется изнутри. Первая стадия, я спокоен, чувствую, что бросит пить. Вторая стадия, ему говорю, он прислушивается уже. Вторая стадия, он слышать начинает, совесть у него начинает работать. Третья стадия, бросает пить. Поднимите руку, у кого бросил пить. Благодаря лекции. Смотрите. Видите? Вон, вон девушка, вон женщина. Вон, 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 вон поднимает, да, ручку, вон она. Еще у кого? Бросил прямо, вот молились, работали над собой, взял и бросил. Еще одна подняла. Видите? А у кого уже начал бросать, лучше становится. Поднимите руку. А? Не стесняйтесь. Я знаю, два человека в зале, чувствую, есть кто уже бросает. Не бойтесь, поднимайте руку. Боятся. Сглазить. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Ну, а тем более полный першот. Первый раз на лице будешь? Второй? Узнаете потом, позже все. Невозможно по чуть-чуть выпивать, знаю, хорошее. Так же, как целоваться чуть-чуть невозможно, или сексом чуть-чуть заниматься невозможно. Или это ты делаешь, или нет. Потому что чуть-чуть означает уже не чуть-чуть. В этом случае. Чуть-чуть нельзя пристрелить никого. Беременной нельзя чуть-чуть быть. Есть события, которые меняют всю жизнь человека. Преступление нельзя чуть-чуть совершать. Позавершил все, жизнь меняется полностью. Изменил жене, чуть-чуть изменять нельзя. Изменил жене, вся жизнь меняется. Забеременела, вся жизнь меняется. Выпил, вся жизнь меняется. Но понять это сложно. Поэтому не беспокойтесь. Придет время поймать. Но ничего страшного. Все можно исправить. Вы только к мужу не говорите, когда домой придете, что все. Нас вся жизнь испортила. Надо так говорить. Человек пьет, потому что он не может отдыхать. Не может снять с себя напряжение. Это искусственное снятие напряжения. Искусственная жизнь в результате жизни в городе. Все, значит, уже пошло. Понимает, не может ничего с собой сделать. Есть стадии победы над собой. Первая стадия. Человек понимает, сделать ничего не может. Вторая стадия. Хочет сделать и начинает что-то делать. Третья стадия получается. Четвертая побеждает. Все нормально.